что такое выживание это борьба за жизнь ты серьезно да ладно тебе здравствуйте подписчики здравствуйте зрители с вами кирилл ижевский я продолжаю проходить detroit become human 6 серия именно 6 вот мы сейчас маркус карлом вернулись фуршета и обсуждают собственно детали также в прошлой серии мы наконец-то нашли девианта до убийцу законора самое было плачевное это за кэру когда все таки тот сошел с катушек и чуть вообще не убил не алису не кэру саму начал рассуждать о своей жене что он типа изменяет или что-то в этом роде опять слетел с катушек опять начал замахиваться разумеется я использовал куты там которые были матерился потому что не мог вот такие дела и еле мы спаслись это был интересный момент такой интригующий вот но все-таки удалось нам спастись и спасли малису и больше я алису этому придурку не отдам пусть он идет психушку нахуй ему дочь если он не умеет они заботятся но не суть в общем сразу говорю народ почему в такой одежде постоянно чтобы влиться в атмосферу этой игры это такая игра боль в атмосфере в лица все давайте дальше продолжим вести карла с фуршета прошлой серии мы здесь и остановились и не будем затягивать так давайте возьмем я честно посмотрим как то что будет я уже хочу я не помню первый раз прохожу я уже по привычке обычно когда я прохожу игру на запись я ее уже до этого проходил прохожу уже как минимум второй раз а тут это первый раз для меня первый раз все не будем затягивать риски как всегда ну конечно сами знаете что сказал бы доктор да пошел к чертям муж в мои года я сам выберу чем лечиться ну что такое что-то смысле не понимаю почему у меня управление поменялось я думал мне управление поменялось типа вниз это вверх а вверх это вниз как ерунда было то ли бахгры то ли непонятно что это происходит такое я сам извиняюсь за мат в ахуя так ну давайте подать подать виски налить ну себе налей заодно чё-то чё уж там говорит а ты что оставил свет в студии нет нет я не оставлял вызывай полицию что-то здесь не так андроид карла манфреда венюла файет 89 мы вернулись домой видим свет в студии возможно ограбление давай посмотрим твою мать это уже интригует действительно это слово как марку слушай может нам стоит пойти одному как как его брать ладно что уж там может нас понятно ну я так и знал собственно это неудивительно ни в коем случае на неудивительно что ты делаешь ты же не даешь я вас он продает вещи как я понял народ он просто продает вещи бати чтобы получить деньги и потратить их либо на колеса либо на наркоту чем-то от чего он там зависим то я это понял это собственно дурачку понятно мусам есть придурки которые за это бабла отвалит не трогай это все равно рано или поздно будет моим считая вам свой платеж по наследству маркус выведи его отсюда пусть идет прочь так быстро ну и пошел ты нахуй пульты тут нужно бать если рисунете самые картины крадешь урезанить приказать я повестил полицию вам надо уйти чтобы избежать неприятностей да ты всю жизнь меня прогоняешь что не так я тебя не достой не такой идеальный как это твой довольно выметайся пошел прочь без видеть особенного чем он лучше оставь его давай покажи себя это охуел маркус зума пан защищайся слушаешь меня не трогай его ночи застыл удар меня ты человек чисто из пиздичного вы его дальше не сделаете хвоста боишься меня бить сука 5 это свобода это называется свобода конечно я совсем забыл ты же робот просто галимый кусок пластика он свободен все пизда тебе дружок я тебя расхерачиваю и останемся мы спамы я тебя расхерачиваю все я свободен марку свободен до 1 за марку карту суток сам виноват реально сам господи кого ты жалеешь такого сынка левого жалеть он не чем не лучше тода мальчик мой карл я они тебя теперь уничтожат тебе надо бежать спасайся уходи сейчас лучше промолву быстро опять были бассетки как обычно маркус а ну стоять он уже свободен чем боец опять были проситки народ опять покружалась что-то опять у меня уменьшилась частота процесса не знаю почему но блин надо было да надо было наверное скорее всего пройти сначала игру один раз и при втором прохождении такого бы уже не было но тогда я бы уже знал бы сюжет и был бы уже не так интересно как в первый раз сейчас поэтому надо пусть будет них ничего страшного ну потормозить там пару раз там пару-тройку раз что страшного не будет все нормально будет 6 ноября 2038 год почему ты схватился за нож как мы видим андерсон сейчас опрашивает убийцу давайте собственно посмотрим как оно течо долго сидел на чердаке почему не убежал то да скажи ты что нибудь короче с меня хватит мы тратим время на допрос машины это ничего нам не даст всегда можно слегка вломить тем более это не человек андроида не чувствует боли вы его только повредите и ничего не добьетесь также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуаций ну короче умник что ты посоветуешь я мог бы его допросить а что нам терять ну что валяем весь твой ну что давайте собственно добиваться чтобы он сознался самоубийстве так этому что это у нас что теперь то он делает осматривается свое отражение осмотрим так ну чё давайте сначала думаю просто осмотримся в этой камере что у нас такое что это за круг красный наподобие как отсек в телевизорах для подключения пластейшн 2 этого самого лепестка давайте садится ну хули мы вот медлим давайте садится собственно чаще делать ну что ну что опять надо то что так тормозишь давайте сначала его изучим и после этого уже будет смысл допрашивает зная какие-то о нем определенные факты модель эшка 400 введение домашнего хозяйства карлос ортис просто информация некая засохшая кровь анализ линка карлос ортис взять и пробовать 19 улики 2 из 5 4 еще следы ударов некритическое повреждение второго уровня нанесено бейсбольной битой следы горения многократное маркирование на протяжении 16 месяцев результат прожигания сигарет и курильщик и еще есть признаки нестабильной работы в правном обеспечении вероятности самоуничтожение все изучили давайте допросе добиться максимального уровня стресса чтобы быть признанным стра франа имя мое имя кон а твое скажи свое уровень стресса слишком низкий надо добиваться стра франы ты поврежден это твой хозяин тебя били утешить обнадеживать давайте обнадеживать я ничего тебе не сделаю что знака турица вдали просто задам тебе пару вопросов нам надо понять что случилось а уровень стресса нужно уменьшать то есть нужно его сочувствовать пригрозить верь мне я хочу тебе помочь ты должен мне верить я просто хочу тебе помочь слушай я тебе не враг я хочу помочь тебе но если ты молчишь я ничего не смогу сделать уменьшается нормально что что они сделают со мной они ведь уничтожат меня нет они просто хотят разобраться они знают что с тобой делали и ты не виноват зачем ты сказал что нашел меня мог ведь просто оставить меня там они бы все равно тебя нашли я успел первым а попался бы ты им был бы уничтожен на месте я не хочу умирать а кто хочет то блин тогда рассказывай я я я я я не могу да хули а выбрать линию поведения надавить по ней в память и идти разъезд ты не даешь мне выбора следовать следовать в не бай я проник его память и все знаю он само уничтожается ли это его ты должен немедленно прекратить и че теперь делать и че теперь делать то бля как это понимать и можно было спасти же коннор и как андроид пил коннора и застрелился и как погоди а как же нам переиграть эту пыню можно было наверное это самое смысл любил коннора стоп как-то же можно было спасти наверно нужно было ничего не делать да я протупил народ и реально протупил давайте переиграем эту пыню продолжить приблизить от статистику давайте продолжим можно же как-то было его спасти и такого персонажа терять просто блин ну это блин да позор конечно полный я же не знал что такая хуйня произойдет сейчас попробуем переиграть эту пыню чтобы начать по новым с нормальным с нормальной концовкой но хочу за хуйня коннора взяли убили самым главным любимым героем взяли убить переходим в дерево сюжета незаконно незаконно последний момент янки вот закон вопрос смотровая комната кэш сохранить я не хочу чтоб он убрать умер ну нахуй я переиграю такую нюк если такое вообще возможно может быть вообще невозможно его но его аж его что по-любому умирать и не знаю что по-любому умирать я не знаю он очень не должен выйти главный герой по сути твой мотив почему ты схватился за нож переигрывал чё-то чё делать долго сидел на чердаке почему не убежал то да скажи ты что-нибудь короче с меня хватит если мы пригразим ему короче начали допроса то он скорее всего сразу может коннору убить сразу я так думаю мы тратим время на допрос машины это ничего нам не даст всегда можно слегка вломить тем более это не человек андроида не чувствует боли вы его только повредите и ничего не добьетесь также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях ну короче умник что ты посоветуешь я мог бы его допросить допросил один раз на что нам терять ну что валяем весь твой короче нужно сейчас внимательно все сделать так чтобы он не умер я думаю что так можно сделать я надеюсь что он по сюжету не умирает сюжет самому сюжет сразу садимся все пропускаем вот как вы видите народ вот как видите сейчас не тормозит сейчас а до этого первый раз тормозил это что о чем говорит о том что если мы будем перепроходить то эти тормоза уже уберутся все мы его не да давайте изучим где мы его уже изучали было но быстренько все сделаем 1 2 это 3 4 5 5 Страх. Вот, но говорят, что выбирать. Я чувствую в твоей программе нестабильность. Это бывает довольно неприятно. Как страх у людей. Может, обнадежь ты? Я ничего тебе не сделаю. Просто задам тебе пару вопросов. Нам надо понять, что случилось. Хоть так-то. Я хочу тебе помочь. Верь мне. Ты должен мне верить. Я просто хочу тебе помочь. Будешь молчать, мне придется проникнуть в твою память. Нет! Нет, не надо. Что ты, что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня. Ласка солгать. Они просто хотят разобраться. Они знают, что с тобой делали. И ты не виноват. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Моё назначение ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Ой, опасно. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я... Не могу? Я не могу. Хорош, блядь. Повторяйте со мной. Супер. Попуга, ебан. Ха-ха. Не знаю. Я шучу. Вот, поникнуть в память. Ты не даешь мне выбора. Надеюсь, сейчас у нас все получится. Я надеюсь. Конор не умрет. Ну, главный герой не должен уметь в принципе это. Просто я, допустим, полаганулся. И за это накоплено. Я отвечаю, пока что ты хочешь. Уинстай, за 100%. Я проник в его память. И все знаю. Встать. Сейчас главное, чтобы Конор не умер. А тут нужно выбрать не вмешиваться, походу. Нужно выбрать не вмешиваться, чтобы Конор не умер. Я так думаю. Он самоуничтожается. Да держи ты его! Я, я не могу. Его не удержишь! Сдаться. Это самое важное, чтобы надо мне сдаться. Чтоб я сдох. Все, Конор жив. Все, вот это вот. Надо было еще в первый раз такое выбирать. Что Конор остался жив. Мы просто тупанули. Мы реально просто тупанули. Вот, вот, что самое главное. Вот, замочек раскрыт. Это мы просто неправильно сделали. Ну, блядь, народ. Но это на самом деле, это нормально. Я их не знаю. Кто знал, что нужно именно так выбирать. И не вмешиваться. То есть, вот, Конор остался жив. Но этот, потом, как умер, он хуй с ним. Он не главный герой. Он вообще отморозок. Он, блядь, андроид. Испорченный андроид. Че с ним станется? Ничего страшного, блядь. Таких андроидов, блядь, куча целая в этой игре. А Конор очень важный персонаж. Хоть он андроид тоже, но он все равно важный персонаж. Он хороший. Так что, такие дела. Вот, теперь мы продолжаем. И теперь мы играем дальше. Ну, только теперь. Заверяем подход к концу записи. Сейчас еще чуть-чуть, и надо заканчивать. Сейчас дадим до сохранения. Ну, до следующего сохранения, и мы будем заканчивать. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Кэра? А, она услула в автобусе, к ходу Солис. Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Проснись. Нам пора. Этого промежутка, этого штука, штаба. Идите из автобуса. А мы что делаем? Мы выходим из автобуса. Остаться здесь. Я ничего не устраиваю. Я ничего не устраиваю. Дождь пошел. Хорошо, что у меня. Жарко. И без дождя. Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Найдем другого хозяина, был поеба. Надеюсь, что нет. Сейчас вот идем, короче, вот после решения. Идем, Алиса, надо спешить. И вот, надо заканчивать. Спешить тоже пошел. Спешить. Ну, могут под дождями ходить. И сонтать им могут. А вот туда идти непонятно. Осмотрелся. А вот, уберем. Найти убежище надо, сейчас смотреться. Ну, го, я что сделал. Комфортно, но можно здесь попасться. Надо быть с людей. Ну, деньги, ну, что теперь делать? Ну, с девочкой фигурируем. А дрестул вот сюда за это. А вот, запятная зона. Лучше пока сюда не идти. Вот, надо идти сюда. 40 долларов. Как мы 40 долларов? Вот, думаю, возьмем. 40 долларов. Мы туда не пойдем? Легко сказать. Нужны 40 долларов. И другая одежда, или... Искать другое место. Она же андроид, ее же все видят. Ну, давайте смотреть, что-то так. Так, ночевать в отеле, раздобыть свой город, найти одежду. Так. Дополнительно, ночевать в отеле, найти убежище на ночь. Раздобыть 40 долларов. Раздобыть 40 долларов, найти одежду. А где-то сдобыть? А, вон, что-то горит, кстати. Пошлите искать, что делать. Опять на дождь, опять под дождь идем. Что теперь поделать? Вот. Что-то вот мы видим, что здесь... Какая-то желтая опять дверь стоит. Смотреться. Комфортно, зато безопасно. Так, куда податься? Давайте сюда что-нибудь подойдемся. Настроит. Ну, хоть и дождя укроемся. Кэра, мне тут не нравится. Знаю. С другой стороны. Всего одна ночь, и тут нас не будут искать. Можно развезать забор кусачку. Да. Точно. Давайте посмотрим. Где эти кусачки-то, тебе возьму, жопу, если вытащи их? Как вот это? Откуда на эти кусачки-то, блядь? Давайте еще осмотримся. Дальше мы не проверим. В этой стороне ничего нет. Нам нужно найти кусачки, либо найти 40 долларов, чтобы пойти на заправку. Короче, тут два брянда, надо, короче, искать. Я не Мухтар, и придется искать. Что делать? Что еще поделать? Идем в эту сторону. Что еще делать? Вообще ничего не подсвечено. А вот подсвечено. Подсвечено. Кэра, ты же андроид, ну сломай ты там, что я не знаю. Электронную, электронную систему. Ну что? Ну я же вот, я же иду туда. Что-то не нужно. Нам туда нужно, но нам нужны кусачки. Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Там побольше есть. Нам как ночь. Ночь уже автобус не будет. Хуево, хуево. Смасывать никак. Идем, Алиса. Но есть другие варианты. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Других вариантов, походу, нет. Сейчас я глянусь сначала. 24. Ну, придется идти. И что делать-то? Под дождем промокать? Как ускорится. Вот что-то еще есть, походу. Это что ли, остановка или что-то? И что мне с ними делать? Говорить. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти. Он вообще робот. Он не просто робот-андроид. Он чистый, блядь, робот, походу. Что теперь делать неизвестно? Значевать в мотеле. А где мне взять эти кусачки? Непонятно. И когда будет сохранение? Я уже устал. Я кушать хочу. Так, вот еще куда-то можно пойти. Да, Кэра, поищи действительно другой вход в мотель. Скорее всего, он есть. Не мотель, в смысле паркинг. Не паркинг. Заночевать. Войти. Ух, пойдем. А, все, сохранение есть. Ну, все, народ. Собственно, вот на этом, на этой ноте, на этой вот такой вот, так сказать, невеселой, негрустной ноте мы заканчиваем. Все-таки смогли. И смогли мы добиться того, чтобы Коннор не умер. Пришлось переиграть, да, потому что я не знал, что из-за такого выбора его убьют. Пришлось переиграть. Ну, оставлять мертвым его точно было бы нельзя, потому что это ебаный позор из-за того, что у нас случилось. То есть мы смогли все-таки, да, спасти Коннора, как я уже сказал. Мы добрались до какого-то помещения с Кэрой и Алисой, где они смогут переночевать от дождя. Вот. И, получается, все-таки пришлось, пришлось нам убить этого сынка Карла за Маркуса. К сожалению, хотя просто мы его, по сути, оттолкнули от себя. То есть самооборона, самозащита. Если по уголовному кодексу. Но он сдох. К сожалению, да. Батя его защищает, батя его поддерживает. С одной стороны это правильно, типа сынок, сынок. С другой стороны он вообще, он собирался продать его картины. Собирался продать все, что у него есть, чтобы заработать на наркоту и съебаться. Куда подальше и забыть про отца. Не учитывая, что он инвалид и прочая вся хуня. Крочу, вот так, собственно, закончилось. То есть пока какие-то одни беды происходят. Собственно, вот, ну, игра, скорее всего, рассчитана на такой вот сюжет. Такой вот сюжет. И мы, собственно, смогли рассвободить даже Маркуса от оков. Он тоже стал свободным. Иначе бы он просто так бы СНК бы не оттолкнул бы. И он бы не умеет. Поэтому такие дела. Вот у нас уже Кэра, Маркус свободный. Теперь у нас идет Конор. Неизвестно, дадут ли нам выбор за Конора освободиться или не освободиться. Это покажет, собственно, игра. Я даже не знаю, народ. Такие вот дела. Ну, собственно, вот так вот. Опять же говорю, одеваюсь так, потому что соответствовать андроидам. Ну, типа, андроиды так одеты были как-то парадно, так как-то так. Вот у них такая одежда. Вот я так же более-менее хотя бы чуть-чуть похожа. Вот, такие дела. В общем, все. Это была шестая серия. Шестая серия Detroit Become Human. Да, именно Become, а не Beacon. С вами был Кирилл Лжевский. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, она нам покажет еще истинные события. Желаю вам всем огромных успехов. Комментируйте, ставьте оценки. И всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok